Ну что, доброе утро, время. 6 утра, 3 часа сна, боевая готовность. Готова сейчас ехать в аэропорт, Артём меня отвезёт. Вроде бы всё сложило, вроде бы ничего не забыла, у меня только ручная кладь с собой, поэтому готов. Ну, в аэропорту, соответственно, была просто куча народа, все, конечно же, отправляются на Christmas holidays, благо у меня была ручная кладь с собой, и, во-вторых, я зарегистрировалась на рейс дома онлайн заранее, поэтому у меня посадочный уже был бы на моём телефоне, мне не нужно было стоять дополнительно в очередях, я пришла и сразу же пошла на досмотр и потом на паспортный контроль. Ну и, конечно же, решила забежать быстренько в лаунж, чтобы что-то перекусить, но он не особо оправдал моих ожиданий, вот, и дальше можно было уже отправляться в Кузь. Ну что, добро пожаловать в Нью-Йорк, время заказывать юбер, у нас, к сожалению, в Ванкувере его нет, но мы искренне надеемся, что в один прекрасный день он появится. Я ощутила на себе пробки Нью-Йорка, особенно в Christmas дней, и ещё это был субботний день, но спустя полтора часа, наконец-то, добралась до отеля, теперь чек-ин, небольшой рум-тур, и можно отправляться гулять. Ну что, безумно странное зеркало. Поднимаемся на наш 10 этаж. Сейчас посмотрим, какой у нас рум. Ну, для начала нужно разобраться здесь, ну, опять сюда. Сразу же переходим. Мочи вода. Так. Это я. Всё чистенькое, всё светленькое. Мне больше интересует, куда выходит окно. О, это комплиментс ещё дали, поэтому будем есть. Сейчас сяду, я не обедала и не ужинала. Вот мы, кедл-корн, я не знаю, кейн-сугар-оранж. Вот, в общем. A small taste of New York with our compliments. Будем тестить New York. Это, я думаю, уже вряд ли compliments. Скорее всего, да, это триалмиксы разные. Так. Ну что тут? По виду у нас... По виду у нас тут ничего. У нас тут какой-то офис. И всё. На этом наш вид закончился. Ну, вот он рум. Вот такой. Как-то так. По-моему, отлично. Светленько, аккуратненько, тепло. Всё, что надо. Ну что, наша первая остановка Брайан-парк. Он как раз-таки находится через дорогу прямо от моего отеля. И ещё с 31 октября здесь открывается Christmas Market. Более 170 различных вендоров, которые сидят вот в будочках. Продают либо еду, либо свои какие-то handmade, в основном товары, сувениры, подарки. Также здесь в парке есть каток. Мы ещё обязательно отсюда вернёмся. А сейчас пошлите гулять дальше по городу. КОНЕЦ Как узнать, что ты подошёл к какому-то главному месту? Это вот так. Это когда вот так вот всё выглядит. И все из-за куста пытаются смотреть что? Вот это. Мы пойдём вот сюда надо идти. Вот сюда надо идти. Теперь надо туда пробраться. Проберёмся. А как это сделать, я понятия не имею. Вот, вот, подошли. 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 Ну что, мы с вами добрались до магазина Saks, который находится на 5-й авеню. Именно здесь в период Рождества и Нового года ежедневно показывается вот такое световое шоу с 5 до 11 вечера и каждые 10 минут. Поэтому вероятность пропустить его очень минимально. Давайте скорее смотреть. Субтитры добавил DimaTorzok Ну что, это была небольшая часть светового шоу. Я скажу, что это очень, правда, завораживает. Можно стоять, смотреть и наблюдать за этим шоу вечности, если бы не огромное количество народу, который тебя пихает, толкает, наступает на ноги, кто-то что-то кричит. В общем, очень-очень crowded, очень много народу. И поэтому я уже на сегодня, наверное, буду отправляться в отель, чтобы завтра утром встать и дальше исследовать Нью-Йорк. По дороге до отеля можно увидеть и вообще, в принципе, по всему Нью-Йорку можно наблюдать людей, которые продают очень много вот таких различных сумок, кошельков, всего, чего угодно. То есть это в основном товар, понятно, из Китая и кто его продает. В большей степени можете увидеть африканцев, то есть людей-выходцев из Африки, африканских стран, которые будут это продавать. Ну, раз они это продают, то, конечно, у них есть, скорее всего, спрос. И реально я наблюдала очень много раз, когда люди стояли, подходили и покупали какие-то там фейковые Gucci кошельки, либо же там Louis Vuitton какие-то сумки. Ну что, доброе утро! Я прошла где-то час назад поделать фотографии для Мсты. Сейчас покажу, как классно я фотографировала. Надо сейчас вставать, потому что тут есть завтракать. Через час я встречаюсь с своим другом, знакомым, который сам из Ванкувера. Но он недавно, буквально месяца полтора назад, переехал в Нью-Йорк по работе. То есть он уставил семью, детей и пока что на данный момент живет в Нью-Йорке. Поэтому мы сегодня с ним встретимся, пойдем гулять. Довольно-таки насыщенная программа у нас в планах. Вот, и поэтому я пошла бегом собираться еще, потому что нужно завтрак. И мужу через час с ним встречаемся. Вот. Я вообще не вижу, что я на самом деле сейчас снимаю, потому что я без линз, без ничего. Куда-то, в какое-то пространство я говорю. В общем, побежали собираться. Ну что, наша первая остановка на сегодня Эрис Вассел. Его строительство закончилось в марте 2019 года, и оно длилось примерно около двух лет с начала вообще появления проекта. На его строительство ушло около 200 миллионов долларов, по официальным данным. Но это, конечно, можно сказать, значительно больше, чем, в принципе, планировалось. По проекту здание должно напоминать пчелиные соты. И на самом деле, если вы будете находиться внутри, это станет гораздо более очевидно, чем нежели снаружи. Итак, где же вообще мои видео внутри Вассела, и что же произошло с билетами? Суть в том, когда вы приходите к Васселу, он бесплатный для посещения, то есть не нужно платить за входной билет. Единственное, вам нужно зарегистрироваться на определенный тайм-слот, в который вы будете, время в которое вы будете заходить туда внутрь. Мы пришли где-то примерно в 10.30, и следующий тайм-слот был как раз таки в 11 утра. То есть, в принципе, было очень удобно. В 10.50 они уже начинают запускать. То есть, 20 минут, в принципе, где-то погулять, это было несложно, это не сильно большое время. И когда я начинала брать билеты, они у меня не покупались, не брались, не клались в корзину. И я решила обновить страницу, и следующее время, которое, чтобы зайти внутрь, было только 2.30 дня. То есть, уже на следующие 4 часа не было ни одного свободного времени, чтобы можно было вообще попасть внутрь. Как позже, потом нам сказали, что на сайте можно было купить, купить им на билеты уже, по-моему, если я не ошибаюсь, за 10 долларов с человека. Но это тоже нужно делать, если что, заранее. Поэтому мы решили дальше отправиться по нашему плану, по нашей прогулке. И если что, если будет время в течение дня, вернуться чуть позже сюда. Следующая наша остановка находится около World Trade Center. И я думаю, здесь в каких-то моментах слова будут излишни. Просто смотрите и слушайте. Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, по предыдущим кадрам можно понять, где мы сейчас находимся. Именно здесь 11 сентября 2001 года произошли террористические атаки, когда два захваченных самолета террористами врезались в башни близнецов. На данный момент мы можем видеть, что есть два мемориала. Эти мемориалы как раз таки расположены там, где были эти башни-близнецы. По параментуру мемориала написаны имена и фамилии людей, которые погибли в этом теракте. Напомню, что 9-11, 9-11, как называют этот день, произошла серия террористических атак. Было 4 террористические атаки в этот день на территории США. Субтитры делал DimaTorzok Находятся экспонаты и где можно провести просто нереальное количество часов. К сожалению, снимать нельзя, но я вам покажу небольшие отрывки, где съемка была разрешена. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы внутри World Trade Center Station, тогда это станция, спускаетесь немного вниз и вы уже в метро. Мы сейчас отправляемся обратно в центр города, чтобы подняться на Rockefeller Center и насладиться Нью-Йорком с высоты птичьего поля. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Они вообще не в курсе, что на Rockefeller можно подняться и что тут есть обзорная площадка. Почему это интересный факт? Потому что это довольно-таки известное туристическое направление, куда люди поднимаются. Это известная обзорная площадка, о которой почему-то местные жители не знают. А теперь с высоты 260 метров давайте полюбуемся Нью-Йорком. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Доброе утро, Нью-Йорк, начинаем новый день. Ну что, идем гулять. Мой лук на сегодня. Завтрак я благополучно пропустила, потому что я опять легла поздно спать, около двух, и я специально не стала ставить себе никакой будильник, поэтому я поспала, выспалась, а теперь пошла в поисках завтрака и пойду просто погуляю по городу, посмотрю в другой район. Я хочу сегодня дойти, посмотреть, как там обстановка, поэтому идем гулять. Ну что, мой завтрак. Сэндвич с рыбой, салатик. Кофе я взяла с собой, что сейчас нужно, потому что пойду. Ой, на самом деле все такие медленные, это жесть какая-то. Почему? Почему сервис такой ужасный? Время рассказать крутые истории. Особенно то, что мне обошелся завтрак. 80 долларов, сама того я не подозреваю. Как это вышло? В Америке есть такая дерьмовая система, когда ты ходишь в рестораны или еще куда-то. Сейчас, секундочку, тут еще музыканты. Вот. У тебя карту забирают. То есть, в принципе, тебе дают счет, и ты, когда хочешь расплатиться, твою карту забирают. Твою карту забирают, они там сами оплату проводят, и тебе потом ее приводят, приносят обратно. Потому что, вообще, на самом деле, они что угодно могут делать с этой картой, они могут ее сфотографировать с двух сторон, всем все равно. Вот. И сейчас это расскажу. И, в общем, я смотрю, мне приходит сообщение, что с меня сняли 80 долларов. Я такая, понимаю, что что-то тут не так. Подхожу к ним. Они такие, ой, мы случайно сняли с вас оплату за соседний столик. Там муж и жена сидели. Это их счет. То есть, грубо говоря, я их счет оплатила. Они такие, ой, сейчас мы постараемся вернуть никаких там особых. Ну, ладно, извините, сейчас мы вернем. То есть, если бы это произошло бы в Канайзе, например, в Ванкувере, они бы на 500 раз извинялись. Скорее всего, они бы, да, деньги бы мне эти вернули мои. Они бы еще бы мне мой завтрак весь бесплатно сложили. Либо же не завтрак бесплатно, но у них что-нибудь да комплиментарий, что-нибудь как-нибудь дали. Здесь как было. Мне приносят чек, что отмена была 80 долларов. Мои там 18 я заплатила на самом деле за завтрак, там, за завтрак, за кофе. Вот. И приносят чек как раз вот за второй счет. В Америке еще одна, в США именно такая штука есть. Когда тебе приносят счет, ты чаевые, должен писать над чеки. Что тоже очень странно и дебильно. Потому что, получается, с тебя снимают деньги, потом ты пишешь, что это чаевые суммы. И с тебя потом, позже ты уже ушел, и с тебя снимают твои чаевые. То есть, получается, у них доступ к карте, это такая, стоит. И потом могут спокойно снять чаевые, сколько им надо. Ну, все равно, сколько у тебя там написано. Но тут, я думаю, понято. Вот. И он мне не принес ни ручку, и ничего. Я думаю, ну и хрен с тобой тогда. И никакие еще не чаевые, и ничего. Но я как бы собиралась хотя бы на процентов 5 оставить. Но, в принципе, сервис ужасный. Я замечаю, это вот, в который день я нахожусь, да, ну, практически 3-2, 2,5 суток. Сервис ужасный. Ужасный. Очень все медленно, очень все грубые. Очень, не знаю. Просто, если я сравниваю с Ванкувером, да, у нас то, что там далеко не идеально, особенно если это канадцы обслуживают. Но все же, по сравнению с тем, что здесь, или, может, я просто на такие места натыкалась, не знаю. В общем, деньги уже сразу же, на самом деле, вернули. У меня уже возврат прошел хорошо. Спасибо канадским банкам, что это очень быстро происходит. Но, конечно, я ожидала от них, что они еще нибудь хоть нормально, там, извиняться, или что-нибудь скажут. Ну, ладно. Ладно, все обошлось. Я заплатила свои, там, 18 долларов вместо 80. И хоть на этом спасибо. Вот. Вот такие приключения в Нью-Йорке. Ладно, идем дальше гулять. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброил DimaTorzok это Ньюйорк, чудесный вид на красивые здания. Через автобус. Все, можно идти Почему бы не посетить на мусорке на Таймс-сквере В самом центре мира Такая просто толпе сидишь О, все Расслабка, сыр у вас затеплений, и там все уже полтается Там только сыр Там только сыр, да Разный сыр, там замиксованный И к нему дают то, что в него макать А что в него макать? Вот, и окрасили здесь варианты Это кубики хлеба Вкусный хлеб, они с вами исполнили Я думаю, да, но по-разному Потом второе Парти? А почему? Вот сколько раз я ела тако, у меня всегда какие-то... что-то с ним было не так О, хочешь тако? Блин, они так не больше там елки Есть место Там были ранчстака с... Кутничек А, там больше нет, да Это китайское место? В основном китайцев, по-моему Ну, слушай, какой ты слушал Я хороший парень прикольный сад Ну, ты подойди, понюхай, я думаю, что они поймут Смотри, два месяца Он всех нас поймал? Я не вижу Мы мчим за такосы За такосы Веганская такоса У нас не получилось поесть фондю Я поел его в душе Поэтому... Время такоса Время такоса Даааа Ну, ладно Ну, я просто думала, что мы как-то ближе шли к нему Ну, ты, кстати, влог заводишь Здесь всё близко Ну, этот на райончике куда-то Показываю свой... На Сашином райончике На Сашином райончике Ты когда-нибудь, кстати, в центре жила? Нет? В центре в Миттауне? Да Я жила только на Upper East Side Это чуть-чуть выше Миттауна Ну, типа, в Нью-Йорке нет так называемого центра То есть, как бы... Ну, можно, конечно, считать Тайм-Сквер центром Но Тайм-Сквер это просто туристическая зона Лучше всего жить немножко подальше от Тайм-Сквера Попустим, вот этот район считается одним из самых хороших в плане жизни Именно в Нью-Йорке как местный Потому что здесь спокойно, тихо, здесь близко до всего И при этом здесь всё есть Вот Поэтому Lower East Side Если вы будете приезжать Нью-Йорк Добро пожаловать в Lower East Side Не, здесь очень хорошо Ну, или выше куда-то ехать Как раз-таки вот Upper East Side и Upper West Side Ала, я видела, что их назвали Я просто сегодня Не смотрела с дождь, что всё Может, они работают Как минимум три уровня За один коктейль У тебя должно быть первое впечатление Главный вкус и кофе вкус Это именно в мексиканских каких-то? Нет, в любом коктейльном баре В нормальном В нормальном коктейльном баре Это другой вид Это другой вид Это другое Это американский Веский Веский Казанная Ножель Хорошо? Ну, не, очень А в веске такое есть, что лукогольные имена Или это в шпаке? Да В честь Сегодня единственный день, когда можно прогуляться по магазинам, походить что-то посмотреть, потому что завтра, 25-го часа, все совершенно будет закрыто. И вечером сегодня меня также еще пригласили на рождественский ужин, поэтому не пропустите этот день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы ты мог проще ориентироваться. Вода в магазине реально очень много, особенно если вы поднимаетесь на самый последний пятый этаж, где попроще коллекции, где эксклюзивные коллекции только из Нью-Йорка. Там, конечно же, все скорее покупают рождественские подарки. Если в Тиффани я шла более-менее целенаправленно, чтобы себе что-то купить из Нью-Йорка, то в Apple Store мне ничего не нужно однозначно, и я уже в этом магазине была, и я, скорее всего, зашла туда больше с целью, чтобы вам показать, как выглядит Apple Store на пятой авеню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Далее еще шиколадку поесть, все, что я люблю. О, вот это моя любовь. Это берем Артема. Ладно, мы возьмем... Нет, что-нибудь еще другое посмотрим. Вот Risis Pisis на самом деле, вот, наверное, из Risis, это единственное, что я не люблю, это Risis Pisis. Я вижу, что моя секция с Risis, она вот она, мне надо вот туда. Сейчас проберемся. Вот, берешь две кинг-сестри, одну бесплатно. Вот, конечно, я это возьму, обязательно возьму. Куда я без этого? Это нужно. Белый шоколад, ненавижу белый шоколад. Сильно, сильно Risis с белым шоколадом я даже брать не буду. Остальное, кстати, вот это у нас есть в Ванкувере. Этого я не видела. Посмотрите, еще есть. Sugar-free. Конечно, нужно, я это обязательно беру, обязательно. Хочу посмотреть на Трише. Ну да. Total Sugar Zero Total Sugar. Это круто. Вот это жизненно необходимый размерчик. Size. Модульный size. Можно, короче, персонализацию сделать. Предлагаю сделать, что я иботи Артема. Special Dark. О, давайте Special Dark. Возьмем. О, вожди. О, давайте. Красавчик. И еще раз. О, давайте. Хорошо. О, ладно. О, ладно. Окей. О, ладно. О, ладно. О, ладно. О. Пойдем собирать Сейчас я иду на Саше Мы с ней договорились встретиться вместе Чтобы зайти в магазин Купить чего-то вкусного к рождественскому Ужину А после этого мы отправляемся к их друзьям Чтобы отметить Рождество На чем? Подожди, на чем ты меняешь? Я не знаю, я вас смотрю Похоже сделаю на той, которая вы О! О! Пошел синий! Так, давайте красный сейчас сделаем Красный! О! Зеленый! Сейчас пойдет зеленый Это все могут делать? О! Пошел! Это все могут делать? Нет, там как-то у вас приглашение А у меня нет приглашения Я оранжевый делаю Ха-ха-ха! Понял, Рома? Давай синий Синий, синий, синий Пошел синий Синий, синий, синий Пошел синий Синий, синий, синий Так, сейчас розовый сделаешь Давай, пойдем синий Давай, розовый Блин, надо быть Розовый пошел! Смотри, смотри! Красный, красный Сверху делать Аааааа! Смотрите, вот сейчас я сделаю сверху зелененький Можно красный, синий, пожалуйста Белый, синий, красный? Подожди Окей, сейчас сделаю красный, синий Легало голубого Сейчас, смотрите, вот Немножко красного Сношенили, синий И немножко синего И желтый сейчас сделаю Йоу! Скидывай! Давай! Давай! Подожди, включи на Mission Impossible! Ты сейчас просто даешь рандомную песню. Да, но я сосредоточена. Смотри, вчера не получилось. Это все, где у тебя огромные сырные тарелки. Мой последний день в Нью-Йорке. Сегодня днем я уже улетаю обратно в Ванкувер. Я решила подкрепиться, сходить на завтрак в отеле и отправиться в тот самый Брайант Парк, который был в начале моего влога, чтобы покататься на коньках. 25 числа не особо вообще, что в принципе открыто, но катки по всему городу, они открыты и работают с 8 утра. Музыка 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 чего, соответственно, у меня не может быть с собой, поэтому аренда коньков 25 декабря стоит, вот сейчас внимательно, 26 долларов, что реально просто космические цифры, плюс ты даже не можешь с собой взять вот небольшую какую-то сумочку, которая у меня с собой была, у меня в принципе ничего не было с собой, была вот небольшая сумка, ее нельзя с собой взять, ты должен либо брать locker, либо же ты должен делать back check, который стоит по стоимости одинаково, 12 долларов то, 12 долларов то, так просто ботинки на самом деле можно оставить в коридоре, чтобы они стояли, главное, никому не мешали, но если ты оставишь сумку, какие-то свой рюкзак, это будет все равно в back check, тебе все равно придется платить 12 долларов, поэтому удовольствие покататься на коньках в период Рождества в Нью-Йорке, я вам скажу, это дело из недешевых. Вообще на катке нельзя снимать, нельзя фотографировать, и там реально это очень четко и строго отслеживают, там иногда бывает даже кто-то остановится около бортика, чтобы встать сфотографироваться, сразу же приезжают ребята вот в таких желтых курточках и говорят, что нет, 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 мы не снимаем и ничего не разрешено, но у меня все-таки получилось немного заснять катание на катке. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...